Место происшествия До Нового года осталось 5 дней. Все покупают деликатесы на праздничный стол, в том числе и икру. Но при покупках будьте осторожны, может попасться поделка. Поздравил с Новым годом. В одной из финансовых учреждений Краснодара зашел молодой человек. Он продемонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет. Чуть не сгорел заживо. Произошло это в Сочи на автодороге Адлер-Красная Поляна. До Нового года осталось 5 дней. Все покупают деликатесы на праздничный стол, в том числе и икру. Но при покупках будьте осторожны, может попасться поделка. Напомню, к нам накануне попало видео, как упаковывают рыбный псевдоделикатес в одном из подпольных цехов, как указывают авторы Краснодара. Пакеты с искусственной икрой раскладывают по баночкам, которые на стихийных рынках выставят по цене чуть более доступнее натуральной. Этой историей заинтересовались и правоохранители. Полицейские Краснодара проводят рейды по выявлению незаконной реализации икры различных видов рыб. С начала декабря текущего года проверено более 40 юридических и физических лиц, осуществляющих торговлю указанным товаром. Из оборота изъято более 40 килограмм икры различных видов рыб, которое вызвало полицейских сомнения в ее подлинности и в качестве. Особое внимание уделяется пресечению фактов продажи икры в неустановленных для этого местах, так называемая уличная торговля. За незаконную торговлю икрой и рыбой в Краснодаре привлечено к административной ответственности 57 человек. Сегодня мы чествуем самых смелых и отважных людей, которые спешат на помощь без страха, рискуя жизнью. Конечно же, речь идет о спасателях. Отметить свой профессиональный праздник накануне в Центральном концертном зале собрались ветераны и действующие сотрудники МЧС Краснодарского края. Те, кто стоял у истоков создания ведомства и те, кто по сей день спасают жизни людей. Пожарные и водолазы, кинологи и летчики – здесь те, кому мы в первую очередь звоним, когда случается беда. Предотвратить, спасти и помочь – вот девиз сотрудников МЧС за такими краткими словами «тысячи спасенных жизней». И этот год выдался для них нелегким. Все помнят о лесных пожарах и серьезном намоднении, произошедшем на Кубани. Но благодаря слаженной и оперативной работе в крае удалось снизить количество пожаров и случаев гибели от огня и воды. Уходящий год в очередной раз подтвердил высокий профессионализм и признание спасательной службы России и Краснодарского края, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И эта благородная миссия высоко оценена главой государства. Реализуя одну из главных задач по снижению потерь, поставленную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, хочу отметить, что в целом мы выполнили данное поручение. По традиции в этот день лучших сотрудников наградили медалями МЧС России, почетными грамотами и благодарностями от губернатора края. Некоторых повысили в звании. Я и мои коллеги поздравляем сотрудников МЧС и желаем им как можно меньше происшествий и легкой службы. В суд Сочи направлено дело инженера МУП «Водосток». Он обвиняется в халатности, из-за которой в Ливневке утонул 7-летний мальчик. Трагедия случилась в поселке Лазаревском 3 августа. В момент происшествия с мальчиком была его бабушка. Она попыталась спасти внука, но ребенка унесло течением моря. Его тело обнаружили в районе русла реки Свирка. По данным следствия, в нарушении строительных правил оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась. Сотрудниками МУП «Водосток». Нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился. Также обвинение было предъявлено владельцу гостевого дома, где жили бабушка и внук. Он самовольно установил перед гостиницей бетонную плиту для удобства входа в дом, но огораживать не стал. Судья удовлетворил ходатайство потерпевших о примирении и прекращении уголовного дела. Семья погибшего мальчика согласилась простить виновника хозяина гостиницы, который не оборудовал должным образом ливневую канализацию за 150 тысяч рублей. Информация про матч «Фейк». Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол с сотрудниками следственного изолятора «Бутырка». Ранее стало известно, что православные общественные организации предложили провести матч между заключенными и надзирателями СИЗО с участием известных футболистов. Эту идею поддержало руководство ФСИН. Готовность принять участие в игре выразил и Павел Мамаев. Спустя несколько дней адвокат Кокорин опубликовала пост на своей странице в Инстаграме, где опровергла информацию о планировании матча. Она отметила, что кто-то явно издевается над положением футболиста в настоящее время. Напомню, Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками нескольких драк в Москве. Сейчас они находятся в СИЗО. Поздравил с Новым Годом. В одно из финансовых учреждений Краснодара зашел молодой человек. Он продемонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет. При этом неизвестный, никому не угрожал и ничего не требовал. Он произнес лишь одну фразу – «С Новым Годом». После этого убежал при службе управления МВД России по городу Краснодару. Нам рассказали, что сейчас по данному факту проводят проверку, устанавливают личность и мотивы неизвестного, а также предмет, который он продемонстрировал. Чуть не сгорел заживо. Произошло это в Сочи на автодороге Адлер-Красная Поляна. Водитель уснул в машине и не заметил, как она загорелась. Из горящего авто мужчину вытащили очевидцы. По их словам, водитель был в нетрезвом состоянии. При службе МЧС России по Краснодарскому краю нам рассказали, что огонь ликвидировали 4 человека. Было сдействовано одна единица техники. При службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю нам рассказали, что сейчас по этому факту проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства. Водитель грузовика выпал из кабины в обрыв. ДТП с участием большегруза произошло 26 декабря поздно вечером на автодороге в Темрюкском районе. Известно, что мужчина во время движения отвлекся. Автомобиль, который перевозил напитки весом 20 тонн, съехал с дороги. Кабина зависла над обрывом. Водитель попытался выйти, но тоже упал вниз. Спасло жизнь мужчине только то, что он зацепился за ветки и оказался внизу, в пяти метрах от дороги. Сотрудники Темрюкского отряда «Кубань-Спас» приехали на место ДТП. С помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из обрыва и передали медикам. Тему аварии продолжим в нашей традиционной рубрике «Дорожные ситуации». Все они произошли в Краснодаре за минувшие сутки и попали в объективы камер городского наблюдения. Не уступил дорогу и спровоцировал аварию. Водитель иномарки выезжал из внутридворовой территории. Он не заметил машину, которая на приличной скорости двигалась по главной дороге. Происшествие случилось на перекрестке улиц Красноармейской и Гоголя. А это уже пересечение Дзержинского и Грибоедова. Один из автовладельцев пропустил пешехода, но на этот маневр не успел среагировать его оппонент. Авария на повороте. Две иномарки столкнулись в районе улиц Садова и Мопро. Водители пренебрегли указанием знаков. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Смотрите нашу программу, но не становитесь ее героями. Будьте аккуратны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова